Жизнь в городе Тулун, самым пострадавшим от паводков в Иркутской области, постепенно начинает входить в привычное русло. Частично восстановлено электроснабжение, идет очистка водозабора, поступают новые партии продуктов. В магазинах есть все необходимое – молоко, хлеб, вода. Федеральную трассу Сибирь уже открыли. Если в пик наводнения мост через реку Ия, которая и вышла из берегов, был полностью затоплен, то теперь по нему снова запущено движение. Возле переправы работает тяжелая техника, разбирает завалы. Жителям Тулуна никогда еще не было так сложно отыскать путь к своему дому. Те, кто совсем отчаялся, приезжают сюда. Постройки уносило вниз по течению, и некоторый из них задержал вот этот автомобильный мост. Здесь, конечно, уже вряд ли можно найти что-то ценное, но люди не теряют надежды. Те, кто отошли от шока, буквально штурмуют здание местной администрации, пытаясь добиться компенсации. Как выяснилось, выплаты положены не всем, а лишь тем, у кого есть прописка. Но даже если с документами все в порядке, случаются задержки. Информации никакой нет от мэрии. Сейчас мы отстояли очередь в такой духоте. Отстояли нас, как, извините за выражение, как баранов. Сказали идти в другой дом, 127-й, который находится вон там через дорогу. Очередь ринулась туда. Нам что делать? Написали списки, мы зарегистрировались еще 30 июня. На выплату 10 тысяч до сих пор еще нет. Как уверяют местные чиновники, выплаты денежной компенсации продолжались до глубокого вечера. И завтра продолжатся. В районе Иркутской области, которые до сих пор отрезаны от большой земли, доставляют наличные вертолетами, в том числе для своевременной выплаты пенсий. Оперативно помогают и оформить паспорт, если документ был утерян. Задача по тому, чтобы у человека был оформлен паспорт, выполняется фактически до двух суток максимум. И много людей сейчас задействованы, специальные группы прибыли из Иркутска, чтобы эту задачу выполнять. Главная претензия пострадавших от наводнения в том, что их никто не предупредил о возможной ЧАЭС. Люди настаивают, экстренные службы сообщали лишь о незначительном подтоплении, а потому жители оказались не готовы к приходу большой воды. А это та самая дамба, которая должна была спасти город Тулун от наводнения. Точнее, то, что от нее осталось. Ее построили в 2008 году, тогда потратили порядка 18 миллионов рублей. Чиновники уверяли, сооружение простоит чуть ли не 100 лет. Немного ошиблись с прогнозом. Тем временем вода убывает с каждым днем. Если в пик наводнения уровень реки поднялся на 14 метров, то сейчас упал до отметки 8, пока это все еще выше критического уровня. Мария Семенова, Ольга Гименчижиди и Константин Яровенко. Телекомпания НТВ. Иркутская область.